Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, 32 урок. Продолжаем с вами работу, давайте посмотрим, как выглядит вот этот модуль. Он находится в той же позиции, что и предыдущий модуль, вот рядом с ним, который находится, который мы с вами рассматривали в прошлом уроке. Переходим в админку демо данных, в админку быстрого старта, заходим в менеджер модулей и сортируем позиции модуля ContentButton. Это у нас тот же самый DJImageSlide. Заходим внутрь и сейчас аналогичным способом мы с вами продублируем настройки, которые находятся в демо данных, да? И еще нам отсюда нужно будет взять вот этот суффикс класса. Переходим на наш рабочий сайт, заходим в админку, заходим в менеджер модулей и кликаем на кнопку создать. Если вы смотрели все мои предыдущие уроки, для вас уже это будет несложно. Кликаем DJImageSlide, создаем новый слайд, как-нибудь его называем, заголовок скрываем, позицию выбираем, ContentButton, и я выставляю настройки, такие как в демо. Вы повторяйте за мной. Насчет категории, пока мы оставляем, мы для этого модуля создадим отдельную категорию, после того, как настроим здесь все настроечки. Ширину делаем 311, высоту 281. Здесь выставляем 1, тут 0, 20, тут оставляем. Тут нет, 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 да. Так, сохраняемся. Кликаем на следующую вкладку, нам нужно отображать это только на главной. Выставляем главную. Следующая вкладка, следующая вкладка. Так, здесь 0, 0 оставляем. Здесь выставляем 30. Здесь 5. И сохранить и закрыть. Перейдем в быстрый старт. И если мы будем делать подобие данного модуля, видно, что здесь 3 слайда. И тут 3 круглые фотографии. Круглые фотографии придется делать самому. Давайте быстренько я покажу, как в Photoshop это можно сделать. Открываем Photoshop. Я сделаю круглую фотографию на примере своего логотипа для этого проекта. Вы выбираете какую-нибудь фотографию. Выбираем вот здесь вот инструмент. Правой кнопкой мыши, если мы кликнем, то мы можем здесь выбрать инструмент овальная область. Чтобы у нас был ровный круг, мы зажимаем на клавиатуре клавишу Shift. И я хочу сделать вот такой вот круг лица нашего сенсея. Например, вот так вот выделяем. Мышкой потом, отпуская Shift, вы мышкой можете подвигать этот круг, чтобы определить наилучшее положение картинки внутри круга. И потом в этой области правой кнопкой мыши скопировать на новый слой. И в списке слоев мы видим с вами у нас тут круглые фотографии. Сейчас я тут все отключу. Так как у меня здесь все по разным слоям, мне нужно сзади фон, чтобы сохранился белый, а не прозрачный. Поэтому я сейчас объединю эти картинки с фоном. И еще раз сделаю круг. Ну, тут не критично. Делаю примерно вот так. И делаю то же самое. Скопирую на новый слой. У меня присутствуют тут другие элементы, поэтому я выделяю вот здесь на панели данный слой, чтобы я мог его перемещать. Сзади у меня прозрачная область. Это, в принципе, мне и нужно. Дальше мне надо это дело вырезать. Я беру, кликаю по этому инструменту и выбираю инструмент рамка. И аккуратненько выделяю и нажимаю Enter. Вот, видите, у нас получилось круглое изображение. В принципе, я его продублирую. У меня будет три штуки. Сейчас просто вам для примера. Сохранить для веб. И, как обычно, сохраняем. Переходим на наш сайт. Идем в компоненты DJ Image Slider. Создаю новую категорию. Создать. Ну, просто назову Demo. Сохранить и закрыть. Дальше мы переходим. Вот здесь вот переключаемся на слайды и создаем слайд. Назову также Demo. Категорию выбираем Demo. И вот здесь как раз мы вставляем нашу круглую картинку. Выбираем ее с компьютера. И загрузить. Так, наша картинка загрузилась. Ищем ее. Кликаем Вставить. Давайте вставим какое-нибудь описание. Если вы хотите сделать, чтобы данный слайд ввел на какой-то адрес, статью или пункт меню, вы уже знаете, где этим управлять. Я пока выставлять не буду. Кликаю Сохранить. А теперь кликаю Сохранить копию. Это раз. И Сохранить копию два. Если мы закроем, у нас получается, видите, три демо. Я захожу во второй демо, чтобы они у нас одинаково не назывались. Здесь напишу Demo 2. Сохранить закрыть. Это я делаю, чтобы быстрее создать вот эти слайды, потому что они у меня сейчас повторяются. Сейчас это не критично. Сейчас вам просто я показываю. Так, мы создали три демо слайда. Теперь в нашем модуле нужно подключить данную категорию, которую мы только что создали. Мы возвращаемся к расширению менеджера модулей. Переходим в наш DJ Image Slide модуль. Прокручиваем ниже и вот где слайдер с категорией, мы выбираем Demo. Сохранить, закрыть. Давайте обновим наш сайт рабочий и посмотрим, что у нас получается. Да, вот он у нас внизу, но мы с вами забыли выставить ему бурстрап. переходим обратно в модуль, заходим в дополнительные параметры и выставляем Bootstrap 4. Сохранить, обновляем сайт и смотрим. У нас почти с вами все получилось. Единственное, у нас здесь круглой фотографии намного больше я сделал, нежели в демо. Вы также можете посмотреть размер картинки, вы уже знаете, как это сделать. Но у нас тут кое-что не хватает. Во-первых, тут переключатели внизу и сзади какая-то есть некая картинка в виде графика. Я вам подскажу, как нам сделать аналогично. Вы идете в быстрый старт, в тот же модуль дополнительные параметры. Из суффикс CSS класса вам нужно отсюда забрать и уже на своем сайте в то же место суффикс CSS это вставить. Сохраняем и обновляем. Так, у нас с вами картинка получилась очень большая, поэтому давайте все-таки сделаем размер нашей картинки как там. Еще у нас получилось вот так угловато, потому что когда я сохранял картинки, я сохранил в JPEG. А нам нужно, чтобы задний фон был прозрачный. Самое простое, что можно сделать, вы можете исходник прямо с сайта скопировать вот этой круглой картинки, да, перетащить ее в Photoshop вот, и прямо на нее поместить наше круглое изображение. То есть, я просто на другую вкладку переношу, Ctrl-T зажимаю, чтобы появилась рамка, и зажатым Shift-ом за угловой маркер зажимаю мышку, тяну, зажимаю Shift, чтобы пропорции у нас не нарушались. И дальше потом просто Enter и подгоняю картинку сюда. То есть, она выглядит вот такая, ее не надо урезать, если вы хотите получить тот же эффект. То есть, вот эти вот по бокам прозрачной области, они должны остаться. Теперь у нас должно быть все хорошо. И делаем то же самое сохранение. не забываем, чтобы был здесь PNG24. Сохранить. Я заменяю изображение. Итак, переходим в наш сайт. Заходим, значит, сейчас я вам покажу, напомню, компоненты DJ Images и слайды. Заходим в наше демо, в наши созданные три вот этих слайда. по крестику удаляем картинку, выбрать, загружаем уже подготовленное изображение, ищем его, вставить, сохранить, закрыть. И то же самое я проделаю для других двух слайдов. Обновляем страницу и видим, что у нас почти все то же самое. У нас все получается. Единственное, если мы заглянем с вами в демо, то здесь есть такой более крупный заголовок и еще подзаголовок. Дело в том, что когда здесь создавали слайд, вот здесь в описании, если зайдем в исходный код, здесь подставляется класс. Видите, вы можете прямо отсюда это все дело забрать, как мы уже с вами сделали, пройти к себе, также зайти в HTML код и здесь это вставить, и здесь заменить название например на свое и здесь подзаголовок также на свой, да, вот это описание нам не нужно, у нас уже свое описание и здесь что-нибудь напишем и окей, сохраняемся и обновляемся. так, это я сделал на третьем слайде, вот у нас видно теперь жирный заголовок есть, подзаголовок и мой текст, все очень просто, итак, я у других слайдов тоже проставил заголовки, у нас все готово, нам остается только понять, что за задняя картинка, она как раз подключается с этим CSS класс модулем, как ее заменять, она у нас как бы тянется из папки, нам придется залезть в папку с шаблоном и заменить ее на свою, сейчас я вам покажу где это находится, вы находите на компьютере папку, где у вас лежит шаблон, распаковываете архив, заходите внутрь, папка images, и вот она сразу, вот сейчас я ее открою, вот, вот это просто картиночка, да, PNG картинка 368 на 150 пикселей, что вы делаете? естественно, вам нужно заменить ее на свою, вы значит закидываете в Photoshop и меняете на ней что хотите, или просто там создаете новую картинку, не забудьте, что здесь формат PNG, в общем, любую картинку именно соблюдайте размер и формат, и обязательно название картинки должно быть вот такое, то есть переименовывайте ее на это название, и идете по FTP к вам, например, через файл ZIL на хостинг, и по тому же пути вы закидываете темплейт, мы с вами уже делали подобную операцию, когда закидывали иконки, поэтому я сейчас показывать не буду, когда мы делали ColorBox, я вот эти иконки вам показывал, как закидывать, поэтому аналогичная ситуация, подключайтесь по FTP к вашему хостингу, заходите в папку Templates, находите свой шаблон, и в ту же директорию, папка Images, закидываете папку с заменой файла, и все, и у вас тут картинка сменится на вашу. В принципе, на этом я заканчу данный видеоурок, мы с вами этот блок разобрали, и увидимся с вами в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном, это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов, но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода, гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...